Спасибо большое, коллеги. Добрый день. Хотелось бы представить тему нашего доклада это ультразыковые изменения при раке щитовидной железы. Как говорил уже Замира Ахмедовна, ультразыковое исследование сохраняет за собой ключевые позиции во обнаружении узловых образований. И намечается последние десятилетия неклонный рост больных, в том числе и с раком щитовидной железы. И распространенность, и выявляемость, конечно, способствует том, что у нас сейчас появились аппараты и экспертного класса, и визуализации в В-режиме при доплерских характеристиках достаточно высока. Здесь приводится пример, что мы в плановом ультразыковом исследовании всего 25% выявляли узловых образований, в том числе и рака, до предыдущего десятилетия, а сейчас уже в последующем десятилетии более 40% с широким внедрением наших аппаратов. Сейчас есть понятие мультипараметрическое ультразыковое исследование, в которое входит обычно в визуализацию в В-режиме, в серокошкальном режиме, в режиме доплерских характеристик, при цветном доплерском квартире и энергетическом доплерском квартире. И уже за последние, с 2008 года, широко в практику внедряется ультразыковая компрессионная эластография и эластография сдвига ванны с их качественными полуколичственными характеристиками. И контрастно- ультразыковое исследование внедрено в практику с 2014 года на территории России. В задаче данного исследования мультипараметрического это выявление первичного очагового изменения в щитовидной железе и поражение региональных лихопатических узлов. Также мы на базе нашего института сертифицируем по категории Тайрат все узловые образования с подлезающим наведением на тонкоигольную биопсию. Сейчас ни одна тонкоигольная биопсия не выполняется без ультразыковой навигации. И, конечно же, наблюдение в послеоперационном периоде. Это выявление метастатических изменений лихопатических узлов, рецидивов в щитовидной железе и изменения в мягких тканях шеи в послеоперационных рубцах. Подробнее расскажу об режиме. Мы выявляем размер, место расположения его, структуру стаузла, айхогенность, контркраев, наличие холо-акустических эффектов и наличие отсутствия кальцинатов, чтобы далее стратифицировать его по Тайрат. В режиме цветного топливого картирования изучаются сосуды окружающих тканей и также сосуды очковых изменений. И новейшие технологии я рассмотрю немножко позже. Расскажу о них. Эволюция системы Тайрат, как вы видите, была внедрена в 2009 году. И уже в 2018 году вышли рекомендации соавторов Сенки Елены Полиэктовны о внедрении российской классификации, которая более подробно изучает узловые образования и внедряет туда уже, как мы сейчас расскажем, какие характеристики мы изучаем в очаговых образованиях щитовидной железы. Из больших признаков, полученные в Б-режиме, это значительное снижение эхогенности узла, сертикально-пространственная ориентация, они параллельно выше, чем шире, наличие микрокальцинатов в узле и неровные бугристые, чисто нечеткие контуры. При наличии этих изменений, где-то в 95%, мы потом при цитологическом исследовании получаем верифицированный, как правило, папиллярный или фолькулярно-папиллярный рак. Но группе малых признаков, которые относятся к умеренной снижению эхогенности, неравномерной снижению узла и гипехогенные включения, также округлая форма, неравномерная толщина хауа, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень за узлом, высокая жесткость, иногда при эластографии, и качественные количественные параметры, и патологический сосудистый кровоток, к которому относятся. Иногда, я хочу сказать, что у медулярной рака нет патогмонически этих признаков, но выявляемость этих признаков может способствовать выявлению медулярного и фолликулярного рака. Отстановився подробно на изменении эхогенности, мы видим снижение эхогенности, которое характерно для пятой группы категории Тайрац, и умеренно сниженные эхогенные узлы, которые характерны для сгипоэхогенного включения, которые характерны для категории Тайрац-4. Это в Б-режиме. Далее вертикальная ориентация выше, чем шире, мы видим в узловых изменениях, характерны для категории Тайрац-5, и неопределенная или шаровидная также форма узла, которая характерна для Тайрац-4. Наличие микрокальцинатов в узловых образованиях и макрокальцинатов, иногда даже круговая кальцинация по типу ЭК или Скорупы тоже может способствовать выявлению и при пункционной биопсии подозрения на рак щитовидной железы. Неровность, нечеткость контуров у чистой границы, и мы видим в нижней части, когда мы видим неструктурное, тоже неравномерное, утолщенное, непрерывное холло, которое при выявлении тонкоигольной биопсии были верифицированы рак щитовидной железы. Акустические эффекты, которые также характерны, не характерны для доброкачественных узлов, как мы видим, и могут способствовать выявлению рака щитовидной железы. Патологический сосудистый кровоток, который не является где-то в 50-е случаи патогмоничным процессом, но мы иногда находим извитые, хаотичные, обрубленные неравномерные сосуды узлей, и можем подозревать, что здесь можно выявить рак щитовидной железы. И что касается эластографии, сразу скажу, что мы выявляем относительно жесткость ткани, это дополнение к B-режиму, в оценке узловых изменений, но высокая жесткость узловых образований характерны более для таких раков, как папиллярный рак, и показал высокую диагностическую точность. Нередко злокачественные образования, такие как фолликулярные и медулярные раки, могут иметь низкую жесткость, и она ограничивает активное применение эластографии в действительной диагностике именно этих узлов по данным Европейского союза ультразоковых диагностов. В настоящее время применяется в клинической практике два метода эластографии, декоррессионная эластография, листренная эластография, и сдвиганная эластография. Мы выявляем качественные признаки или паттерны эластотипа, которые характерны для доброкачественных узлов. Это, как правило, зеленая характеристика, и для злокачественных, как правило, в синей шкале визуализируются узловые образования. Граница или отсечка, или пороговое значение, как правило, может быть. В нашем институте чувствительность показала высокую специфичность при популярной рамке. Это 3 единицы, но по данным авторов, колеблется от 2,5 до 3,7 единиц. При эластографии сдвигового волны также визуализируется, может оценивается скорость сдвигового волны в выбранной зоне интереса, и устанавливается под контрольной серо-шкальной грахографии. Пороговое значение различия доброкачественных злокачественных новообразований варьирует от 2,4 до 4,7, по данным ассоциаций ультразвуковых врачей. И жесткие ткани могут окрашиваться иногда в зависимости от аппаратуры, красная шкала и мягкие в синей шкале. И дифференцировка злокачественной доброкачественности также может оцениваться и в килопаскалях, единицы от 2,2 до 4,8 килопаскалей. Но высокая жесткость ткани узла всегда должна нацеливать врача ультразвуковой диагностики на рекомендацию проведения тонкоигольной биопсии. Но, как все методы, в том числе компрессионная эластография, имеют какие-то ограничения. Это артефакты, иногда пульсация сонных артерий мешает, кальцинаты, кистовидные включения, глубина расположения загрудин узла, также исследования на фоне выраженного аутоиммунного тиреида и много узловых зобов. Также и в сдвиговой волне те же самые артефакты, но иногда этот метод показал более эффективную оценку при кистозных кистозно-сольных узлах, когда в структуре узла есть кистовидная трансформация. Методика, которая уже так же упоминалась, это усиленно-ультразвуковое исследование. Это единственное ограничение методики. Мы исследуем только одно образование. Контрастировался препарат, контраст был саномиофилом брака, вводился внутривенно где-то 2,4 мл контрастного вещества, и время исследованное было полторы минуты, но первые изменения видны были на первых 30 секундах. Рекомендация ультразвуковых ассоциаций ультразвуковых врачей это сочетание методов, мы видим эластографии, контрастно-усиленного ультразвукового исследования, тогда дифференциальная диагностика чередового образования более высока, и диагностическая точность тоже. Паттерны контрастирования. Для доброкачественных узлов были характерны кольцевидное контрастирование, изоихогенный паттерн и гиперконтрастный паттерн. Для злокачественного контрастирования было гетерогенно-неоднородное, контрастированный гиперконтрастный паттерн и центропитальная перфузия в зоне узлового образования. И хотелось бы показать вам несколько случаев узловых образований. Мы видим два случая. До 10 мм узловое образование, округлые формы. Уже есть очаги и изоихогенности структуры и гипоэхогенности, нечеткий контур, хотя узел 7х4х6 мм, этот узел чуть-чуть больше, 10х8х8 мм. И здесь мы видим даже точечный фиброз или наличие кальцинатов. При цветном доплево-картирне мы видим обрубленность и хаотичность при доплеровских характеристиках. И при корпорационной эластографии мы видим, что здесь пограничный эластотип с высокой коэффициентом жесткости, а здесь уже достаточно жесткий эластотип тоже с высокой коэффициентом жесткости. И в обоих случаях, сцологический и гистологический, был подтвержден медулярный рак, как вы видите, с небольшими размерами узловых образований. Еще один случай, уже достаточно большой узел, который выходит за капсулу. Было подозрение, и оно подтвердилось, что это имелось выбыхание за капсулу, что подрастание капсуле. Также снижены эхогенности узел с определенными точечными кальцинатами, с высокой воскуризацией и оборуденностью узлов в центре при доплеровских характеристиках. Высокая жесткость, мы видим узлового образования с высоким коэффициентом жесткости. И проведение при контрастном, был введен контраст данный узел, мы видим неоднородное, практически заполнение контрастов и не значительно усиленный, то есть гетерогенное заполнение контрастом. Было подтверждено, что это медулярный рак с высоким вымыванием контраста на 14-й минуте. Еще хотел бы сказать, я уже упоминала, что кроме первичной визуализации опухоли, мы наблюдаем за пациентами в постоперационном периоде, и у данного пациента в анамнезе была операция по поводу медулярного рака, и при очередном осмотре мы видим группу узлов уже с участками сниженной эхогенности, с нарушением дифференцировки даже в маленьких узлах до 3-4 мм, которые располагались цепочкой. Мы видим, что есть изменения достаточно высокого эскуализации даже в маленьких узлах хаотично, и эти узловые образования при компрессионной эластографии также показывали достаточно высокую жесткость и с высоким коэффициентом жесткости, подтвержденные метастазы леготические узлы медулярного рака. И еще один случай, тоже в анамнезе, мы наблюдали его в послеоперационном периоде, и на задней поверхности шеи выявлен был узловое образование, сниженная эхогенность, это в мягких тканях, подкожно-жировой клетчатке, с сниженной эхогенцией, с нечетким неровным контуром, хаотично расположенные волесосуды по периферии, высокая жесткость была при компрессионной эластографии с высоким коэффициентом жесткости, и при как артериальную, так и постартериальную фазу мы видим неоднородное заполнение катаза по периферии этого узлового образования, что и видно на кинопетле. И также это было подтверждение метастаза медулевого рака в мягкие ткани. И хотелось бы в заключении сказать, что в металлопедическом исследовании высокоэффективно появление очагового образования подозрением на рак щитовидной железы, нужна последующая сертификация для того, чтобы выполнять тонкоигольную биопсию. Сочетание соноэластографии и контрастно усиленного трозгового исследования может быть использовано в диагностике, доброкачественных и злокачественных узлов, и, конечно, очень высоком ультразаковое исследование в выявлении послеоперационного периода метастазических изменений, особенно малых форм, как в ложе щитовидной железы, так и в региональных лимфатических узлах. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...